Здравствуйте! Сегодня 25 февраля 2022 года, 19.07. Я вышел во двор посмотреть, что тут происходит. Полная темнота, облачность на небе сплошная. А нет, я ошибся. Облачность к вечеру развеялась и появились звезды на небе. Луны нет. Я вот сейчас смотрю на дорогу, которая за моим селом идет в сторону леса. Дело в том, что по направлению из городни мост взорвали. И там есть небольшая река, но из-за того, что большие разливы этой речки, небольшой, без того моста преодолеть невозможно вот это препятствие, этот небольшой взорванный мост. Кстати, в этом году, нет, я ошибся, в прошлом году начали реконструировать этот мост, хотели его расширить. Их тоже не думал, что война будет. И вот я сейчас наблюдаю, что за моим селом по дороге грунтовой, по направлению в лес, в сторону российской границы, движется вот эта вот колонна, которая в 16.40 мною зафиксирована, обратное движение транспорта, движется в сторону райцентра городня. Я вот вижу сейчас, нахожусь на своей пасеке, и вижу, как светятся красные фонари на всех вот этих вот машинах, и на танках, и на грузовых машинах, и на вот этих всяких гаубицах, и на БТРах, на БМП. Передний белый свет и задний красный свет. А вот вчера, когда было нападение, ехали без фар, без опознавательных знаков. Сейчас получили отпор в Чернигове, но сегодня через Чернигове проникнуть в сторону Киева не удалось. И сейчас идут с таким, колонна, но расстояние между машинами может быть метров по 10-15, то есть довольно плотно идут. И даже вот над этой дорогой, над этой дорогой небо освещается, все-таки облачность есть, но она такая дымчатая облачность, облачность не сплошная, а дымчатая. Я вижу, как в небо идет свет от городни, и освещается вот эта облачность светом от уличных фонарей, от зданий, от домов, которые в городне находятся. Это бывший райцентр в Черниговской области. А вот эта вот колонна танков, 16 часов 40 минут, вот сейчас уже 8-й час, и они все продолжают ехать, ехать непрерывным потоком. Это какое огромное количество войск ввели через вот эту российскую границу, через лесные дороги. Ну, входили в Украину через Синьковку, пограничный пункт, доехали до городни, а после городни, в связи с тем, что мост в одном там селе взорвали, село такое есть, Политрудня называется, вот в этом селе огромный разлив такой речки, там, ну, болотистая такая местность, ее там ничем не преодолеешь, там даже пешком не пройдешь. Ну, летом, когда жарко, можно, если не жалко ног, можно по тем болотам пройтись, по теплой воде среди жаб, а сакитам и других растений болотных. А вот сейчас, в такую погоду, холодную, слякотную, там не проедешь, тем более, что там из леса, с этого огромного, вытекает вода, и там разлив довольно существенный образовался. И вот эта вот колонна транспорта идет непрерывным потоком. Вот даже я сейчас чувствую запах солярки, дыма вот от этих машин, запах солярки, и от дороги, которая на расстоянии 300 метров, асфальтированная, которая на репке идет, и вероятнее всего, что оттуда ветерок дует. Я сейчас не могу понять, откуда ветер дует, потому что темно, и я не вижу травинок, и определить направление движения ветра, сейчас, да, я определил, сейчас я руку достал из кармана, и на ладонь дует, на тыльную сторону, со стороны вот этой дороги, асфальтированной, которая приблизительно 300 метров от меня, я сейчас не спиной нахожусь. Вот, и вижу, как вот эти все машины, войска российские, драпают назад из Украины, вероятнее всего, что политическое руководство России, под международными санкциями, и под серьезной обороной украинских войск, вынуждено было принять решение об отказе от оккупации Украины, и о выводе российских войск, захватнических этих войск, со стороны Чернигова, они идут на Синьковку, на пограничный пункт, на переход между Украиной и Россией, как они въехали, так они назад и возвращаются, сколько людей погибло, и со стороны оккупантов, и сколько они вреда принесли и мирным украинским жителям, и гражданам Украины, и населению, и сколько они всего уничтожили, и разбомбили, и повредили, и самолеты, и сколько людей украинцев погибло, защитников своей родины, и вот так вот Блицкрих этот фашистский, российский, он не состоялся. Падлы почувствовали на себе давление ожесточенного сопротивления украинцев, смеяли, что Украина это не народ, что Украину создал Ленин в 21 году, а на самом деле, если почитать исторические книги, то Украина существовала в 15-16 веке, это можно просмотреть в документах, в исторических книгах, которые сохранились в европейских архивах, а упоминания в этих же документах о России нет, есть только упоминания о Москве, никакой России тогда не было, была только Московия, было Московское княжество, которое управлялось князьями Москвы, ставленниками хана татаро-монгольского, и князья московского княжества ездили к хану на поклон и получали у него за дары, фактически за взятки, получали ярлык на правление этим княжеством. То есть это было улуз татаро-монгольской орды, и, ну, как марионеточное государство, как вот сейчас вот это ДНР, ЛНР, так называемое, являются марионетками у России. Огромная колонна транспорта прошла, я раньше из дому не выходил, в 16.48 снял видео, пока я его там подготовил публикации, пока опубликовал, и все это время шли непрерывным потоком колонны российских оккупантов в сторону городни, бывшего райцентра в Черниговской области, теперь это просто город, в Черниговской области едут на Синьковку, выводят войска. Слава Богу, что всем миром, как говорится, и Америка, и европейские государства, и Канада и Австралия, и другие страны поддержали и политически, и морально, и экономически, и военной помощью, поддержали Украину в эту трудную минуту, огромная благодарность, чтобы ваше добро вам тысячекратно добром вернулось, и вы процветали, и мы вечно будем помнить вашу и финансовую, и экономическую, и материальную, и военную помощь, чтобы помогли Украине отстоять нашу независимость от этой орды, от этих захватчиков, от этих фашистов, которые были посланы 24 февраля в 5 часов утра на территории Украины через границу с Россией, с Украиной, это пограничный переход Синьковка, и пограничный переход по Гомельской дороге, Гомель-Чернигов, это через Новое Яриловичи, ну и также есть вторжение по другим областям на территории Украины, ну практически вся Украина была оккупирована войсками вот этими 24 февраля со стороны российской границы по всем возможным дорогам, не только по пограничным переходам, а по любым дорогам, которые подходили для того, чтобы вводить танки, вводить вот эти войска, получили по заслугам за свое вторжение Россия оказалась в жопе, в международной изоляции, Россия теперь будет изгоем и будет еще Украине выплачивать репарации за разрушенное хозяйство, за разрушенную экономику, за подрыв и аэродромов, и военных складов, и городов, и мирных домов, и зданий, за убитых граждан Украины, и получит на долгие годы нищее существование, как вот Северная Корея, под этими Ким Чен Инами, Ким Чен Ирами, всякими этими Инами, марионетками, вот, так что не удалась победоносная война, в течение одного дня захватить Украину, поджав хвост, с включенными фарами, передними, задними, опознавательными фарами, едут, освещают свою дорогу, ну, потому что по лесу без фар там не проедешь, самолеты в этой местности не летали, тут ничего не бомбили, тут бомбить как бы нечего, потому что села, обычные села, тут нет предприятий, которые можно было бы бомбить, а бомбить хаты, деревянные дома, как это принято в Черниговской области, нет смысла, потому что снаряды строят дороже, чем эти дома старые, 100-летние, ну, есть, конечно, дома и поновее, вот, но в основном это постройка прошлого века, начала прошедшего века, средина прошедшего века, вот я сейчас вижу колонна освещает дорогу в лесу, свет поднимается вверх, и свет идет от городнира и центра, удачи всем, украинцы победили этих захватчиков, мерзавцев и подонков, слава героям Украины, слава защитникам Украины, слава тем людям, патриотам, которые в этой нежданно-негаданной и подлой войне погибли и своей жизнью защитили нашу свободу, независимость и отстояли наше право быть свободным и независимым государством. Всего вам хорошего, до свидания, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok